И сообщения от службы внешней разведки приходят сейчас. По данным ведомства, в настоящее время Польша обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по воссоединению с Западной Украиной. Также СВР сообщает, что акция Польши на Западной Украине по предварительным договоренностям США будет проходить без мандата НАТО, но с участием желающих стран. Миротворческий контингент Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с вооруженными силами России минимальна. И в приоритете боевые задачи польских военных будут постепенный перехват контроля над стратегическими объектами на Западе Украины. Также СВР сообщает, что польские спецслужбы ищут договороспособных представителей элиты Украины для формирования ориентированного на Варшаву противовеса националистам. И еще одно сообщение. По расчетам Варшавы, закрепление польских военных на Западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны. Вести ФМ. Первые о главном. Европейские потребители наращивают закупки российского газа. Заявки к 28 апреля выросли до 63 миллионов кубометров, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Сам транзит со стороны России продолжается в штатном режиме. Тем временем, страны, которые остались без российского газа из-за нежелания платить по новым правилам через «Газпромбанк», переходят на реверсную схему. Польша в пять раз увеличила обратные поставки голубого топлива из Германии по газопроводу «Ямал-Европа». Ну а Болгария надеется на газ из Греции. Обсудим эту тему с экспертом. На связи гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Константин Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Константин Васильевич, как вы видите вообще всю эту ситуацию? Насколько проигрывают сейчас те страны, которые отказываются от предложенной России схемы? Ну ситуацию я вижу следующим образом, что Польша и Болгария пытаются всячески изобразить из себя жертв вероломной агрессии со стороны России, несчастных, обиженных «Газпромом». Европейская комиссия всячески этому способствует, называет это газовым шантажом. И позицию Польши и Болгарии используют для того, чтобы остальных крупных, серьезных покупателей газа, ну можно сказать, пристыдить тем, что они собираются переходить на рублевую оплату, открывают счета в «Газпромбанке». И вот, собственно, сейчас как раз и есть попытка изобразить это вот в таком аспекте, что вот смотрите, что же сделал «Газпром», он же перекрыл нам вентиль, какой ужас, он нарушил контракты. При этом никто не обращает внимания на то, что «Газпром» не получил оплату за поставленный газ. И, кстати, этот вопрос еще остался, собственно, за поставленный газ надо все равно как-то заплатить. И после этого произошло отключение от поставок, причем «Газпром» специально подчеркнул, что после получения оплаты поставки могут возобновляться. И это тоже такой интересный сюжет, когда Польша кричит, что ее там сейчас пытаются заморозить, осуществляет газовый шантаж, это, безусловно, давление. Но при этом, на самом деле, есть вполне понятная схема, причем Европейская комиссия на прошлой неделе разъяснила, что эта схема, ну, на самом деле, не нарушает. То есть, ну, у меня там было такое сложное письмо, что она вроде санкции нарушает, но если вы сами рубли не приобретаете, то мы можем считать, что санкции она не нарушает. То есть, в этом плане схема вполне понятна. Европейская комиссия, как ни странно, в общем-то, так скрипя зубами, но можно сказать, что одобрена. Что мешает перейти на оплату в рублях? Ничего не мешает, кроме желания как раз создать этот прецедент и скандал. При том, что Польша, компания ПГНИК, уже года два каждую неделю рассказывает, что российский газ не нужен, что контракт она продлять не собирается. И вдруг изображают такую оскорбленную натуру и говорят о том, что Россия их шантажирует и замораживает. Поэтому, на самом деле, вы правильно сказали про рост рейсных поставок из Германии. Кстати, Польша все начало года закачивала газ в хранилище, а она готовилась к этому сюжету. Готовилась. И я думаю, что Польша как раз и рассчитывает зимой на то, что она по известной украинской схеме, когда Украина приобретала большие объемы словацкого газа, по той же самой схеме, и она из этой ситуации выкрутится. Но скандал тоже сейчас идет, и скандал используется для раскрутки этого сюжета, как может быть коварен по версии Польши, Болгарии и Газпрома. В Болгарии ситуация сложнее, потому что, на самом деле, ей тоже давали такие советы, как избавиться от российского газа, но эти советы пока еще в 1922 году не совсем реалистичны. Вы сказали про Грецию, но Греции нужен тоже этот газ, и они там строят новый терминал, где у болгарской стороны есть доля в акционерном капитале, но терминала-то нет. Доля есть, а терминала нет. Азербайджанский газ еще не достроен, газопровод. То есть в этом плане у Болгарии сложная ситуация, но я думаю, что Болгария тоже не случайно выбрана как первая история в этом сюжете. Почему? Потому что из Болгарии идет Балканский поток, транзитный газопровод в Сербию и Венгрию. И это еще один сюжет для того, чтобы эту ситуацию взрывать. То есть в этом плане сейчас мы понимаем, что Европейскому союзу в целом, а особенно отдельному государству, без российского газа не обойтись, но сознательно повышается градус этой истерики для того, чтобы создать ситуацию, знаете, такого как бы, ну, как бы, наши ценности в опасности. Не думай о тепле, не думай о деньгах, когда на твоих глазах вентилем рушится демократия. Вот такой кривой сюжет, собственно, и пытаются изобразить, создать и надавить сейчас. Самое главное, надавить на те компании, которые должны в ближайшие недели принять решение о переходе на новую российскую схему оплаты газа. А может ли «Газпром» проследить, будет ли Болгария незаконно отбирать газ? Возможно ли это отследить и этому помешать? — Естественно. Это как раз самое простое. Есть газоизмерительные станции на границе с Болгарией с одной стороны и с другой стороны. То есть, в этом плане, сколько газа зашло в Болгарию, сколько газа вышло из Болгарии в Сербию, это все в режиме реального времени измеряется. То есть, вот как бы, нет, украсть и скрыть этот факт просто невозможно. — Но украсть и сказать, что, извините, мы ничего не можем сделать, тоже можно, и тогда никак наказать Болгарию невозможно, да? — Нет, но тут уже отдельный вопрос. Я не исключаю, например, что зимой может произойти такой сюжет, когда Болгария, испытывая реальный дефицит газа, и столкнувшись с перспективой замерзания, в прямом смысле этого слова, начнет газ из трубы брать. Но это будет сербский газ. Болгария скажет, что, ну а что вы хотите от нас? Вот нам Газпром закрутил вентиль, нарушил контракт, по версии Болгарии. Кстати, в болгарском контракте там был пункт о возможности перехода на оплату в других валютах, о чем Болгария не говорит. Значит, ну вот что нам теперь? Мы по его вине замерзаем. Ну вот мы взяли ваш газ, а что вы нам предлагаете? Ну дальше вопрос, естественно, будет у Сербии, а вы нам что предлагаете? А самое интересное вопрос будет у Венгрии, которая, между прочим, тоже член Европейского Союза. И вот как, собственно, Брюссель намерен такого рода конфликта решать? Одно дело, когда Украина газ подворовывала, это одна история. Другое дело, член Европейского Союза ворует газ у другого члена Европейского Союза. Это уже история более такая интригующая. Но вероятность такая, безусловно, существует, потому что для меня это совершенно очевидно. Вот я вижу темпы строительства всей альтернативной инфраструктуры газотранспортной в Болгарии. Для меня очевидно, что у нее зимой газовый баланс не сойдется. Не сойдется. И у Польши еще есть расчет на реверс. А вот какой будет реверс у Болгарии, мне пока сказать сложно. Так что, собственно, такая мина, конечно, она сейчас закладывается. И такое развитие событий вполне мы можем увидеть. А чисто технический реверс в Болгарию возможен? Нет, технически возможен. Технически можно, конечно, об этом подумать, когда газ будет брать, например, Сербия, а потом отдавать Болгарию. Ну, это, конечно, странная будет схема, достаточно диковатая, технически возможная. Юридически возможная, кстати, у Сербии контракт тоже заканчивается в июне. Она, конечно, будет его продлять. Но, в принципе, мне сложно, конечно, представить. Но технически возможно, конечно, что болгарские объемы войдут в сербский контракт, и Сербия будет перепродавать газ Болгарии, зарабатывая на этом. Там гипотетически можно об этом подумать. Но, опять же, зачем устраивать такую дико сложную жизнь себе, мне до конца не ясно. Я имею в виду про Болгарию сейчас, конечно. Ну, я так понял, вы отметили, что сжиженный природный газ вряд ли сможет заместить все эти объемы. Кроме того, ведь он покупается на спотовых рынках, и в любой момент может быть перепродан по более выгодной цене. Там в Азию, условно говоря. Нет, жиженный газ, конечно, может помочь, просто его нет. Терминала нет. То есть тот терминал, который строится под болгарские объемы, его нет. Его планировали построить в 2022 году, но построят, в лучшем случае, в 2023. Вот и все. Да, довольно-таки интересная ситуация. При этом я слышал, что, в частности, Алжир также сказал, что не будет поставлять жиженный газ. Он, по крайней мере, не может так сейчас поставить жиженный газ в Испанию. То есть там не только с Россией, но и с другими странами сложности по газу в Европе. Кто-кто не может изменить? Алжир. Но он не жиженный газ, он трубопроводный газ. Да-да-да, не может поставить. Не может поставить. Соответственно, у них там конфликт с Марокко возник. И, соответственно, Алжир обвиняет Испанию в поддержке Марокко. И, соответственно, политически мотивирован сократить транзит в Испанию. Но, правда, Алжир, эти объемы, скорее всего, придут в Италию. Но, понимаете, когда Италия говорит, что она нашла газ во лжи, надо понимать, что с точки зрения Европейского Союза это просто из одного кармана взяли в другую положили. Да, Казаил Васильевич, спасибо вам большое за комментарий. К сожалению, время подошло к концу. Константин Симонов был на прямой связи со студией. Берлин переполнен украинскими беженцами. Власти практически исчерпали лимит по их приему, но люди продолжают пребывать. Волонтеры, помогающие беженцам, пересаживают их на другие направления. В Берлине заселять их уже просто некуда. Людей разводят по ночлежкам. Многим такие условия не нравятся. О ситуации подробнее расскажет наш корреспондент в Берлине Сергей Курохтин. Он в прямом эфире. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ждем от вас подробностей этой ситуации. Ну, об этой ситуации, да, мы уже даже говорили. И все действительно шло к тому, что число беженцев именно в Берлине превысит ту цифру, с которой могут справиться власти города. И, кстати говоря, мэра Франциска Гефай уже давно, с марта, да, в конце марта она уже просила федеральное правительство оказать помощь в распределении беженцев. То есть ввести федеральную программу, как это было в 15-м году, во время миграционного кризиса, когда была федеральная программа, и, соответственно, все беженцы, которые тогда пребывали в Германию, их централизованно развозили по тем городам, где их могут принять, ну и, соответственно, размещали в лагерях. И вот здесь очень важно сказать, что размещение, прием украинских беженцев проходит по другому алгоритму, по другой системе. Вот этой федеральной программы по размещению беженцев, ее нет, она не существует. Дело в том, что украинские беженцы находятся в другом юридическом статусе. Они, у них нет статуса беженцев, хотя некоторые из них, ну даже достаточное количество, в Германии, например, около 20 тысяч, подали заявление на предоставление статуса беженца, но это очень длительная процедура. А сейчас они юридически находятся, у них статус, они получают временную защиту. Этот статус отличается тем, что в отличие от статуса беженца, которого, соответственно, если вы подали это заявление, вы находитесь в том лагере, куда вас отвезут, и там ждете решения по статусу беженцев. Пока это не принято, это решение, вы ничего не можете делать, кроме того, как ждать. А вот если у вас временная защита, то это другое. Вы имеете полное право находиться в любом городе территории, вы можете даже работать, тоже никаких проблем, можете учиться, пользоваться медицинской помощью и так далее, и так далее. Правда, этот статус действует ограниченно, обычно год, два или три. Так вот, немецкие власти рассчитывают, что подобного рода статус юридический, он позволит легче справиться с числом беженцев. Почему? Потому что у этих беженцев есть возможность выбора, куда им отправиться, и они как бы сами растекутся по территории Германии или в целом по территории Европы. Но, как всегда в таких случаях, тот город, куда прибывает наибольшее число беженцев, а в Германии это, конечно же, Берлин, он, конечно, страдает больше всего. Он действительно переполнен, потому что многие беженцы, ну, скажем так, когда им говорят о том, что вот вы можете ехать туда-сюда или там устроиться там-то, вот там есть места, ну, предпочитают остаться в Берлине. Здесь все-таки достаточно большая и украинская, есть число украинцев, которые живут, здесь больше знакомых, ну и потом многие все-таки рассчитывают, не хотят так далеко уезжать, надеясь, что через какое-то время они вернутся. И, кстати говоря, в Германии вот с большим оптимизмом было воспринято сообщение, было на прошлой неделе о том, что впервые в Польше больше число украинских беженцев пересекли границу Украины и Польши в направлении Украины, чем число беженцев, которые из Украины бежали в Польшу. В Германии тоже очень надеются, что скоро это произойдет, но, тем не менее, пока это не так. И вот сейчас те беженцы, которые находятся в Берлине, да, уже большинство из них абсолютно могут быть размещены или в ночлежках, или делается, как это, например, в аэропорту, бывший аэропорт Тегеля, там в этих больших залах, да, устраивают такие большие места, спальные, ну, как правило, это двухэтажные конструкции, где люди могут размещаться. И, конечно, там размещаются сотни и сотни людей. Это те условия, которые сейчас Берлин может им предложить. И мэр, еще раз повторю, Франциско Гефай, неоднократно говорила, что вот дальше Берлин не может, ну, предоставить беженцам нормальные условия. Плюс к этому, конечно, есть те злоупотребления, о которых рассказывается в немецких средствах массовой информации. Это касается попыток использования беженцев в качестве рабочей силы. Так, например, очень много было шума по поводу действий такой мясоперерабатывающей компании Тёнис, немецкой, которая приехала на границу и пыталась там нанять беженцев в качестве помощников на производстве. То есть дешевые рабочие силы на мясоперерабатывающих компаниях, понятно, там большая квалификация не нужна. Несмотря на то, что, в общем, мужчин среди беженцев украинских не так много. Тем не менее, вот сейчас эти представители Тёнис оправдываются, говорят, что у нас не было корыстных намерений, и мы, наоборот, хотели помочь. Но, тем не менее, вот подобного рода действия регулярно происходят. И, кстати, обращу внимание, что, например, профсоюз рабочих строительных и аграрных секторов в Германии, а это как раз те сектора, как мы прекрасно понимаем, где неквалифицированная рабочая сила всегда нужна. Это строительство и аграрий, сборы урожаев и прочее, прочее. Так вот, профсоюз этот выступил с заявлением и предостерег от предоставления даже временной работы украинским беженцам. И здесь надо сказать, что они больше, конечно, заботятся не столько о самих беженцах, чтобы их эксплуатировали, а о своих сотрудниках, о членах этого профсоюза. Большинство из них, кстати говоря, многие, хорошо, из них, это граждане Восточной Европы. Никакого здесь большого секрета нет. Из балканских стран и так далее. И они, конечно же, тоже не хотят появления вот таких конкурентов в виде дешевой рабочей силы из Украины. Поэтому рассчитывать на то, что эти беженцы, хотя формально не имеют на это право, они сейчас очень скоро найдут работу или их достаточно комфортно устроят, сейчас в отношении Германии и особенно Берлина рассчитывать на это, конечно же, не приходится. Ну и хочу сказать, что попытки очень многих беженцев продвинуться дальше Германии, дальше в Европу, потому что я напомню, все страны Европейского Союза выступили с заявлениями, что они готовы принимать беженцев, и, соответственно, вот этот статус временной защиты, он общеевропейский, и эти беженцы могут поселиться и искать работу и в других странах Европы. Но на самом деле все далеко не так удобно и хорошо, потому что вот страны, которые находятся, ну, западнее Германии, очень много есть случаев, когда украинские беженцы, пытавшиеся там устроиться, возвращались как раз в Германию или в Берлин, об этом мне неоднократно рассказывали вот люди, у которых есть знакомые, пытавшиеся это сделать, так как сейчас в Берлине, ну, достаточно много людей, которые или работают как волонтеры на устройстве беженцев, или так или иначе связаны с семьями, которые предоставляют свои квартиры для беженцев. В общем, эта тема широко обсуждается. И вот я уже неоднократно слышал рассказы о том, что когда беженцы пытаются, пытаются, например, устроиться где-то в Бельгии или в Нидерландах, ну, странах, как мы знаем, достаточно хорошего уровня жизни и условий, им оттуда, им там говорят, ну, нет, вы уже вот здесь, вы зарегистрировались вот в Германии, вот первый раз, нет, возвращайтесь в Германию, сейчас у нас такой возможности нет, сейчас мы не можем и так далее, и так далее. И людям приходится возвращаться в Германию и, ну что, устраиваться вот в том аэропорте, например, Тегеля, о котором я уже говорил, для того, чтобы хотя бы где-то найти возможности для того, чтобы переночевать. Вот какая ситуация на данный момент. Ну и последнее, наверное, надо сказать, общее число беженцев из Украины, которые в Германии сейчас зарегистрированы, это порядка 300 тысяч человек. Спасибо большое, Сергей. Это Сергей Курохтин, наш собственный корреспондент в Берлине. Напомню, сейчас в Берлине множество украинских беженцев и власти практически исчерпали лимит по их приему власти Берлина. Люди, тем не менее, продолжают пребывать, и волонтеры, помогающие беженцам, пересаживают их на другие направления. В Берлине заселять их уже просто некуда. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся через несколько секунд.